Здравствуйте, в эфире субботний информационная программа «Весть Карачаева, Черкесия». С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. Владимир Путин провел совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Гость программы – ректор Руслан Качкаров о дистанционном обучении и о том, как абитуриенты будут сдавать экзамены. Благоустройство дворовых и общественных территорий в Карачаевске активно ведется работа в этом направлении. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что сдача ЕГЭ в этом 2020 году стартует 29 июня. По его словам, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в ВУЗ. При этом аттестаты выдадут всем учащимся 11 классов. Путин отметил, что эта мера единоразовая. Те выпускники, которые не смогут присутствовать на ЕГЭ в июне, по уважительным причинам сдадут экзамен в августе. Сами же экзамены будут проводиться несколько в другом формате. Во-первых, школьники будут сидеть на расстоянии полтора метра друг от друга. Кроме того, экзамен по русскому языку было решено разделить на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях. Настало время прогноза погоды. Сегодня местами на территории Карачаева-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом. Шквалом до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Редактор субтитров А.Семкин Дистанционное образование, как абитуриенты будут поступать в ВУЗы, об этом и многом другом расскажет гость нашей программы, ректор Северокавказской государственной академии Руслан Качкаров. В условиях коронавируса многие учебные заведения перешли на удаленный режим обучения. Как в Северокавказской государственной академии проходит это обучение? Сказать многие это не совсем правильно, потому что вся высшая школа сегодня перешла на этот самый удаленный режим. Что касается нашей академии, я скажу, что шоковой терапией для нас это не стало. Почему? Потому что мы в порядке сетевого сотрудничества с Екатеринбургским федеральным университетом еще год назад начали отрабатывать системы онлайн лекций. И буквально в прошлом году, по-моему, в октябре, в октябре или ноябре месяце еще, мы на ученом совете приняли решение и утвердили конкретные совершенно мероприятия по внедрению дистанционных образовательных методик в нашей академии. То есть мы к этому из-под воршли, хотя и не предполагали, что это нам понадобится в экстренном порядке все это применять. Поэтому, когда возникла эта ситуация, когда министр науки высшего образования перед вузами, в частности перед нашей академией, поставил задачу о переходе на дистанционку, для нас это, в общем-то, было, ну, как-то более-менее мы к этому были уже в привычном состоянии. С точки зрения овладения компетенциями теоретического плана профессиональными и качеством знаний, я думаю, что здесь учебный процесс сильно не пострадал. Даже иногда более мотивационная составляющая студента заставляет самостоятельно выдерживать ту нагрузку усвоения материала, который передается к нему. Что касается другого, вот какие минусы, да? Во-первых, я сразу скажу, очень много фейковой информации по бесконечному интернет-пространству гуляет по поводу того, что вот всех нас переводят в дистанционный режим и так далее. Я очень надеюсь на то, что вот и население, и абитуриенты, и студенты это все правильно оценят. Буквально вчера, вы, наверное, знаете, состоялась видео, большая видеоконференция главы государства, на которой выступал и президент страны Владимир Владимирович говорил о конкретном видении и о каких-то вещах связанных. Вчера об этом говорил и министр просвещения Сергей Кравцов, и Валерий Фольков, министр науки высшего образования, и ряд других ректоров, в том числе ведущего, в частности, Виктор Антонович Садонич. Все выступающие говорили о том, что дистанционное образование может быть одной из составляющих общей системы российского образования. Поэтому никто не ставит задачу, я так думаю, во всяком случае, я сам консервативно тоже в определенной мере отношусь к обучению в режиме онлайн. С точки зрения, допустим, получения каких-то переквалификаций и переподготовки, я думаю, онлайн образование – это очень-очень полезная и очень подспудная вещь, когда человек с минимальными временными затратами, ресурсными затратами может переподготовку пройти, какое-то повышение квалификации произвести, можно в удаленном режиме, и это как бы очень позитивно будет сказываться. Но что касается первичного образования и получения, в частности, мы говорим, высшего образования, базового, начального, профессионального образования, конечно, ни о каком онлайн образовании 100% речь вести нельзя. Поэтому традиционная советская, российская высшая школа, она имеет свои глубокие корни, глубокие традиции с точки зрения обучения и обучаемости, и оно никуда не денется. Я думаю, что если в процентном соотношении посмотреть, как я вижу в нашей академии, ну, процентов 20, я думаю, мы где-то переведем общую программу образовательную, переведем на цифровую площадку. Что касается поступления, наверное, всем абитуриентам Карачаева-Черкесии интересно, каким образом в условиях пандемии они будут поступать? Это самый главный вопрос, который беспокоит выпускников колледжей, выпускников общеобразовательных школ, тех деток, которые собрались поступать в этом году в высшие учебные заведения. Еще раз напомню, вчера глава государства конкретно обозначил дату. 29 июня дети начинают сдавать, выпускники школ начинают сдавать ЕГЭ. Экзамены сдают только те, кто поступает в высшие учебные заведения. ЕГЭ нужно для чего? Только для того, чтобы продолжить свое образование. Образование продолжает, как правило, ну, 50-60 процентов, остальным, может быть, это и не нужно. Поэтому, значит, 29 июня вам определяет, я уже обращаюсь к абитуриентам, график сдачи единого государственного экзамена. Вы сдаете этот единый государственный экзамен по тем выбранным вами дисциплинам. После того, как вы получаете результаты этого ЕГЭ, вы, у нас, значит, с 20 июня в Академии начинает работу приемная комиссия наша. Она будет работу тоже проводить в дистанционном режиме. На коммуникационных площадках ВУЗа будет формироваться весь пакет данных, которые необходимы для сдачи документов абитуриенту. То есть в дистанционном режиме вы подаете документы в учебное заведение. На сайте Академии в разделе приемная комиссия вся информация полностью распределена. И мы в режиме, в дистанционном режиме принимаем эти документы. В частности, если речь идет о выпускниках школ, они по итогам ЕГЭ прикладывают свои сведения. И мы их будем зачислять. Зачисление, скорее всего, будет проходить. Обычно мы до 8 августа это все делали. Ну, если вдруг там на недельку-другую сдвинется, ну, ничего страшного. Я думаю, до 15 августа мы зачисление полностью проведем. И как вчера министр науки и высшее образование обозначил, с 1 сентября, я очень надеюсь, что мы встретимся вот на наших территориях, на наших площадках. У нас две площадки, это «Космонавтов-100» и «Ставропольская-36». Я думаю, что здесь мы 1 сентября откроем учебный год, и все будет так, как должно быть. Руслан Махарович, огромное вам спасибо, что приняли нас и рассказали нашим абитуриентам, жителям нашей республики, каким образом они будут поступать. Спасибо. В настоящее время, как и в 2019 году, продолжается работа по благоустройству дворовых и общественных территорий по национальному проекту «Комфортная городская среда». Многие дворы Карачаевска были асфальтированы и облагорожены. В данный момент идет ремонт двора по улице Байрамуково, также демонтажей перестройка будет по аллее улицы Мира от дома 29 до дома номер 32. Помимо этого, по данному проекту пройдут работы в семи дворах Карачаевска. Подробнее о предстоящей работе рассказал замначальник Управления экономического развития и строительства из ЖКХ Руслан Башлаев. В настоящее время у нас ведутся в дворовых территориях начались работы по демонтажу старого асфальтового проклятия, бордюров и так далее. По общественной территории, по улице Мира уже начались строительные работы. В этом году, в 2020 году, изыскали возможность. И глава республики Рескраины приезжал и дал поручение, чтобы все детские площадки, основания детских площадок, была современным покрытием. То есть или резиновым, или синейсетическим. То есть менее травмоопасным. В МВД по Карачаево-Черкесии подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса детского творчества полицейский «Дядя Стёпа». Победительницей регионального этапа стала Рината Джигутанова, ученица 7 класса из-за войлок Кубина. Она подготовила поделку под названием «Дядя Стёпа на страже порядка», выполняя ее в платье из Папье-Маше. Сама шила форму сотрудника отдела внутренних дел времен Великой Отечественной войны. Также призерами стали Яна Янова из Зеленчуковской с куклой «Полицейская девушка Стёпа» и Аслан Коблев из Аулады Гехабль. Он представил дядю Стёпу из пластилина. Также специальным призом за оригинальность исполнения отмечена подделка Анастасии Рикозадаевой, ученицы 3 класса из-за войлок Кеншахара. Свою куклу она изготовила в стиле «Конне». Конкурс проводится ежегодно совместно с общественными советами при территориальных органах МВД в преддверии Международного дня защиты детей и направлено на формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Сегодня состоится онлайн-концерт в поддержке волонтеров. В акции «Мы вместе» примут участие российские музыканты. Ее цель – объединить тех, кто готов помогать тем, кому нужна помощь. Концерт, который начнется в 16.00, смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал или посетить сайт «Мы вместе 2020.рф». Во время трансляции зрителям покажут видео о том, как добровольцы помогают нуждающимся, а также расскажут, как они лично смогут подключиться к этой акции или направить средства на доброе дело. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова